Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по Великой Книге Телем. 33-й Псалом. Потрясающий Псалом, очень интересный, очень сильный, один из базисных. Я уже говорил, что есть 10 Псаломов, которые соотносятся с различными сферотами. Вот один из них, это 33-й, это сфера Исот, основа. Что говорил Великий Аризаль? Он говорил, что именно этот Псалом, когда читаешь, в нем такие большие тайны, такое количество имен Бога и так далее, что его надо читать очень медленно и осторожно, чтобы не ошибиться. 33-й Псалом читают на могилах родных, когда приходят на кладбище. Считается, что это очень помогает их душам. Что еще? Первая строчка всегда написана, что это такая строчка, которая убирает плохие мысли, если ее повторять. Рамбан объяснял, что есть разные ступени в наблюдении Всевышним за всем происходящим на Земле. Пример это приводил он следующий, что когда воспитательница детского сада наблюдает за детьми и видит, что кто-то уронил игрушку или кто-то, она не всегда вмешивается в действие, сам подымет или сам подымется. Но если маленький коронованный принц в группе упал, она будет немного иначе относиться. Поэтому как происходит в этом мире? Чем человек ближе к Творцу, тем наблюдение за ним больше. Спрос в него больше. Это написано, эта тайна раскрывается в этом псалме. Написано, вот глаза Шемана, боящихся его. Именно эти слова, не будем глубже уходить, мудрецы говорят, что это великие слова. Читают этот псалом на могилах праведников, когда приходит что-то просить, обязательно тоже читают этот псалом. 22 строчки этого псалма, это 22 буквы алфавита. Это еще есть такой цельность такой в этом псалме. Он очень важен для того, чтобы сформироваться полностью. Вот еще 161 слово. Это Яматрия очень высокого имени Бога. То, что Маша когда спросил его, как я скажу, кто ты, он ответил, я буду такой, как буду. Вот это 161 слово. Это очень тоже большие мистические вещи. Написано в одной из древних книг, что когда страшно человеку и нужна срочная помощь неба, вот сразу читают этот псалом. И вообще еще говорили о том, что если проблема вообще не какая-то проблема в городе, все должны собраться и читать общественное чтение этого псалма. Это обязательно убирает опасность. Это книга Шамуштигудима, можно почитать это. Есть еще скула какая, что если женщина боится выкидыша или вообще вот есть у нее, так сказать, какие-то опасения, обязательно ежедневно читать этот псалом, чтобы и вообще уберечь ребенка, которого вынашивает мать. Есть еще, когда у человека встреча какая-то в этот день с властью какая-то, по любым вопросам, имущественным или каким-то другим, надо читать этот псалом, и он помогает тому, чтобы был хороший исход встречи. Он помогает также при лекторам, как видите, или тем людям, которые растолковывают что-то. Если ты выступаешь перед публичным выступлением, особенно по Толе, надо обязательно это читать. 20-я строчка этого псалма, это там зашифровано имя, которое написано «Исправляет искры». То есть это очень высокое имя, поэтому она, когда читаешь этот кусочек, он упрощает работу над собой, наша задача работать, и поэтому приговоры над человеком уменьшаются. Очень это такой мистический еще кусочек. Что еще сказать? Ну, вообще известно, что прежде всего Бог создал буквы, а потом миры какие-то создавал, и это написано в этом псалме, и написано «Словом Бога созданы небеса», и вот здесь глубокий-глубокий псалом, глубокое знание. И вообще, когда человек управляет словом какие-то огромные машины, он не удивляется, а чтобы Бог мог управлять словом построить что-то, удивляется. Так человек устроен. Поэтому, чтобы этот псалом понять, надо понять одну важнейшую весть. Если хозяин этого мира, этот псалом, ну, иногда доходит до его сердца. Очень великий псалом. Брахав и Ацлахав. Ацлахав.